Вдоволь пообщаться, найти новых друзей, сменить обстановку, используя для здоровья, провести 21-летний день. 76 детей сотрудников завода РПЗ получили прекрасную возможность отдохнуть на территории комплекса «Сатурн» имени Степнова. Мы представим очень много спортивных мероприятий, они каждый день ходят в бассейн, много спортивных площадок, мини-футбольное поле с искусственной травой, волейбольная, баскетбольная площадка, настольный теннис. Сегодня они пойдут у нас в цирк, который расположен на территории дворца спорта Блицоглебской. В планах у нас есть выезд в Кратово на детскую железнодорогу и еженедельно они будут посещать городской парк на аттракционах. Выявляет каждого и певца, и танцора, концерты проводит, каждый день мы проводим дискотеки. Ну, захлеб дети все воспринимают. Вожатые, директор, ну и сами дети тоже, они все настроены именно на позитивную волну и на спортивное и здоровое развитие. Ну, вы живете по режиму, у вас режим дня, а в свободное время чем себя развлекаете? Ходим гулять, играем в игры, карты, в мафию. В свободное время, ну, в свободное время оно имеется в наличии, как говорится. И да, развлекаемся как можем, то есть игры всякие на улице с мячом, там пионербол, волейбол, футбол. Ну, скучать не приходится другими. Да, скучать действительно не приходится, потому что сделана программа так, достаточно плотненько и по режиму то, что есть время и для занятий, и для отдыха. С ребятами работают вожатые студенты Коломенского педагогического университета. Они довольно опытные и подготовили для детишек разнообразную культурную программу. Некоторые вожатые в этом году закончили высшее учебное заведение и, тем не менее, вновь приехали в Раменское в оздоровительный комплекс. Под их руководством дети раскрывают свои таланты. Поют, танцуют и сами пишут сценарии. Мы стали свидетелями первого концерта. Основная задача – это, конечно, развитие индивидуальности и личностный рост каждого ребенка в отдельности и их становление как отряда, то есть их социализация. Они должны почувствовать себя частью коллектива и общаться потом с коллективом даже за пределами лагеря. И по итогам двух лет я работала здесь, работаю здесь уже третий год, могу сказать, что действительно детишки общаются между собой, возвращаются снова и снова, и это очень приятно. Вожатые очень добрые к нам, милые. Есть вожаты, которые уже были несколько раз, ну или вожаты, которые новенькие. Они новенькие, мы к ним относимся так же, как, например, ко вторым родителям. Они к нам или как к друзьям, то есть они к нам вообще родные-родные. Мы переписываемся в разных, встречаемся, гуляем, звоним друг другу, узнаем, как дела. Вообще, может быть, кто-то куда-то поедет еще, может быть, с кем-то еще встретишься где-то. Нам даже вожаты как бы сделали такой уголок, где все наши соцсети написаны на стене. И мы можем не спрашивать у друг друга, а просто подойти и найти их. Наш веселый коллектив излучает позитив. Ребята заехали на территорию спортивно-оздоровительного комплекса 3 июля. За это время они научились маршировать, придумали интересные кричалки и речевки. Но больше всего ребятам по душе игры на свежем воздухе в самом сердце парка. И, конечно же, вкусная еда в столовой. Очень. У нас самая вкусная еда, мне кажется, во всем мире. Самое любимое блюдо? Это, наверное, мясо, как они готовят. Всякие котлеты. Они очень мягко готовят и вкусно. Екатерина Алфимова, Андрей Пластунов, Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...